Близятся новогодние праздники. Впереди целая неделя беззаботного отдыха и веселья. По словам туроператоров, далеко не все ивановцы собираются проводить каникулы дома. Невзирая на кризис, желающих встретить Новый год и Рождество за границей, в теплых краях или на горнолыжных курортах, множество. Замену Египта все-таки мы нашли. Сейчас есть Китай, Хайнань, и групповые визы бесплатны, поэтому люди с удовольствием летят в Китай. Естественно, Индия, Гоа, штат Гоа, ну и, конечно же, Таиланд, Паттайя, Пхукет. Цены на недельку за рубежом от 35 тысяч рублей на человека, поэтому позволить себе лето среди зимы может не каждый. Впрочем, ивановцы с удовольствием отправляются не только в заморские страны. Наверное, в Крым. Я очень хочу в Крым съездить. Пусть даже холодно. Не знаю, наверное, в Шерегеш, потому что у моего родного человека там тоже родственники живут. На море. На море. Где тепло. Потому что холодно, хочется погреться. Домой. А почему? Потому что там есть кот. Зеленый городок. Мне там нравится. Лучше у нас тут встречать. Зима есть зима. Как альтернативу отдыху за границей туроператоры предлагают путевки в Сочи. Почти в два раза дешевле иностранных каникул выйдут выходные в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, городах Золотого кольца. В нашем регионе тоже есть где отдохнуть. Естественно, сейчас зима. Прежде всего каток, прежде всего лыжи, ватрушки. И очень здорово, когда едет целый автобус. Например, корпоративный отдых. То есть можно выехать вместе с коллегами по работе, а можно выехать друзьями, знакомыми, с детьми и получить от этого удовольствие. Есть и Ивановская область готова к такому спросу. И достаточное количество у нас мест, куда мы можем отвезти именно в этом плане. За умеренную цену в родном крае ивановцы могут пострелять из лука в селе Меховицы, встретить Новый год с Бабой Ягой в Фурманове, покататься на сноуборде в Семигорье или Миловке, что под плесом. А для лыжных прогулок вполне подойдут и заснеженные городские парки. Чтобы создать для себя новогоднюю сказку и отдохнуть на весь грядущий трудовой год, многого не нужно. Мария Попова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.